Привет! Это Женя Тимонова и все как у зверей. Программа о том, в кого люди такие. А вот здесь у меня, наверное, одно из самых очаровательных животных в мире. Маленький тушканчик. Зовут его... Да никак его не зовут, потому что это настоящий дикий тушкан, который живет в настоящей дикой пустыне Козылкум. И мы приехали к нему в гости, чтобы рассказать вам, почему некоторые животные такие милые, такие невозможно прелестные, такие прямо будто съел бы такого маленького тушканчика. Ой, нет, или ты меня съел. Что ты делаешь, заяц? Вот, в общем, почему все вот это происходит у нас в голове. Сейчас посмотрим. А уши тебе, чтобы хорошо слышать. А глаза тебе такие, чтобы хорошо видеть. Господи, какой же ты милый. Ты, наверное, даже сам не знаешь. А пальцы-то у тебя такие. Ой, ты маленький кенгуреныш. Малыш, смотри, сниматься вон туда. Господи, маленькая зайка. Ты вот туда, смотри, смотри, камера там. Во, вот так, да. А, господи, какой ты умный, какой ты классный, покладистый тушкан. Вася. Вася. Какие у тебя уши. И ты че? Мы рассказывали в выпуске «Омерзительная восьмерка», что некоторые животные кажутся нам ужасными, безо всяких на то серьезных оснований. Справедливое и обратное. Кое-кто кажется нам ужасно милым, несмотря ни на что. Давайте-ка глянем на этих милашек поближе. Возможно, кое-чему у них стоит поучиться. За время нашей экспедиции по пустыням Узбекистана и Казахстана наши мозги несколько раз подвергались опасности полного размягчения. Особенно по ночам. Тушканчика вы уже видели, а теперь полюбуйтесь вот на кого. Сцинковый геккон. В военное время может использоваться как психотронное оружие, подавляющее боевой дух противника. Убийственно милый. И нежный настолько, что ловить его надо, ну если вообще надо. Крайне осторожно. Защитная аутотомия. При неаккуратной поимке у него не только отламывается хвост, но и слезает шкурка с боков. И от вас убегает безхвостый ободранный геккон. Нет, шкурка у него зарастет, а вот ваше пятно на совести никогда. Хотите спать спокойно, руки прочь от сцинкового геккона. Так и не скажешь, но эти милашки эффективные охотники и агрессивные собственники. Жрут все, что помещается в их улыбчивую пастьку. А свой охотничий участок охраняют от других гекконов так, что при попытке нарушить границу только клочья летят. Да, на самом деле вы очень суровые твари. Говори, говори, кто же тебе в это поверит? Ха-ха-ха. Экоцентр Джейран под Бухарой много лет занимается увеличением поголовья джейранов. Самки приносят двух детенышей. В природе при хороших условиях и везении иногда могут выжить оба. Но чтобы они выжили наверняка, ученые одного оставляют матери, а второго забирают в питомник, выращивают и расселяют на сопредельно охраняемые территории. Да, растить маленькую газель – это как нянчить розового единорога, но есть нюансы. Например, пока джейранихи пасутся и нагуливают молоко, джейранята прячутся на местности. Мать приходит пару раз в день, кормит малыша и одновременно вылизывает ему между ножья, чтобы он мог опростаться. Если он будет делать это по собственной инициативе, на запах детских неожиданностей прибегут хищники и все. Поэтому на горшок можно только, когда мама разрешит. И чтобы быть джейраненку настоящей матерью, тебе нужно одной рукой его кормить, а другой массировать его генитальную область. И радоваться, что мы пописали и покакали прямо тебе на руки. Так что, когда вы видите человека с новорожденным джейраненком на руках, знайте, ниже этих счастливых глаз находятся совершенно мокрые штаны. Ура, мы пописали! Господи, что окситоцин животворящий делает? Ой, извините, я хотела что-то сейчас умное рассказать про джейраненок, но не смогу, потому что прямо сейчас в данный момент на меня писает вот эта вот малютка, маленький, практически новорожденный джейраненок, который начинает писать просто при любом контакте живого существа с ним. Этот суровый зверь рискает по ночам и ест все, до чего дотянется. Насекомых, червей, лягушек, мышек, яйца и птенчиков. Да, дети, ежик – это не яблочки на иголочках, это серьезный хищник, живите теперь с этим. Ушастый пустынный еж в этом плане ничем не отличается от нашего лесного. Но благодаря своим крупным доверчивым глазкам, трогательным большим мушкам, высоким ножкам и вот этой прелестной белой юбочке производит впечатление чего-то безобидного и очаровательного. Обманчивая. Внутри это точно такой же суровый и беспринципный насекомоядный хищник. Поймает, сожрет и переварит. А все, что не переварилось, выложит вам на белые брюки и утопает в ночь, не попрощавшись. А вы будете смотреть ему след и повторять «милый, милый». Высоко посаженные глазки, вздернутый носик, маленький аккуратный рот, самый мелкий родственник, зловещий анаконды, песчаный удавщик, совершенно очарователен. Боже, он плавает в песке, как мужская змейка. И охотится, внезапно нападая из-под земли, как настоящий шайхулут. Его жертвам он совсем не казался маленьким и милым. Но нам они об этом уже ничего не расскажут и не испортят впечатление от этого прелестного существа. Все эти очаровашки друг к другу совсем не родственники, однако вызывают у нас очень схожие чувства. Что за магия? Магия называется «бэби шейп» – принцип детской формы. Все детеныши похожи на детенышей. Большая голова, причем крупная черепная часть и маленькая лицевая. Мозг уже большой, а морде и челюстям еще расти и расти. Большие глаза. Мы рождаемся с глазами почти готового размера, только голова вокруг них нарастает. Добавьте короткие конечности, общую округлость и характерную такую детскую трогательную неуклюжесть. Бэби шейп – это визуальный код, который у всех зверей с развитой заботой о потомстве, вроде нас, блокирует агрессивные импульсы и активирует родительское поведение. Желание обнять, согреть, защитить, накормить, ночей не спать, лучшие годы отдать и так далее. Даже если это детеныш не твоего вида, а какого-то совершенно постороннего и даже не детеныш, а случайно похожий на него взрослый, все равно он будет казаться нам милым и приятным, потому что реализация родительского поведения доставляет нам эволюционно одобренное удовольствие. Наш законный нейромедиаторный кайф. Главные мировые эксперты по бэби шейпу – японцы. Они сделали педоморфоз и неотению не просто эстетическим принципом, но где-то даже национальной идеей. Бабушка, почему у тебя такие большие глазки? Потому что это повышает уровень окситоцина, дитя мое. Увеличьте глаза, уменьшите лицевую часть и все. Абсолютно любой персонаж становится милым. Да что там, сама наша программа началась с того, что ее будущая автор и ведущая умело использовала принцип бэби шейпа для воздействия на аудиторию, манипуляции родительским поведением. Любим, умеем, практикуем. Кстати, лично меня из всех, кого мы встретили в экспедиции по козелкуму и оралкуму, больше всех очаровал вот кто – богомол, самец полосатой импузы. Что еще раз доказывает? Животное кажется нам милым, если оно похоже на детеныша. Пусть даже на детеныша-инопланетянина. С вами было «Все как у зверей». Пока! И мы приехали к нему в гости, чтобы рассказать вам о том, почему некоторые животные кажутся нам такими милыми. Что ты делаешь? Милые животные лезут мне в мозг. Ой! Слушай, он теперь будет жить у меня в голове. Класс! Ты же не будешь там писать и какать, как обычно у вас водится? Ну ладно, я держу его. Так, не падай. Ты не запутался? Запутался там, господи, бедная зайка. А вы путаете кто-нибудь тушканчика из головы, пожалуйста. Аминь. Здоровья, не надо. Ничего из того, что здесь участвует, отрывать ничего не надо. Ну, заяц, нормально? А еще так можешь? В конце мая мы летим в одну из самых удивительных стран мира – в Перу. Горные дождевые леса, амазонская сельва, альтиплана и пустыня Атакама, озеро Титикака, огромное разнообразие птиц, обезьян, нацпарки, амазонка, горные джунгли, горячие источники, океан, пингвины, альпаки, игуаны, водорезы, орхидеи, калибри, ревуны, скальные петушки, южные морские львы, грифы индейка, птицы с когтями на крыльях и обезьяны с императорскими усами. Да что там, 40 сортов одной картошки и морс из красной кукурузы. А может быть, кто-то попробует даже жареную кую, и уж точно мы все увидим живую вискачу. А может быть, дело даже дойдет до Писко и Писко-Сауэр, и все это в нашей прекрасной компании. Все подробности читайте под видео и заскакивайте к нам. Это будет великое путешествие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова